За нами находится арка, которую пока мы разговаривали внизу, что рабочие как раз построили. То есть, естественно, я сначала строил обычные дома, но я вижу, что это дорого. Я стал искать, как это можно сделать дешевле. И вот я придумал наружную несущую стену. Вот эти своды, они все как раз собираются нагрузкой именно в ту точку, где вот это колодезное бурение было. И снова здравствуйте. Не успел уже выйти в выпуск о выборе облицовочного кирпича. Кстати, где-то здесь появится на него ссылочка, вы можете ее посмотреть. Мы нашли для вас уже совершенно другой контент. Возможности строительства из обычного строительного, чернового, как мы его привыкли еще называть, кирпича. Сегодня суббота, время 9.30 утра. Мы находимся в Тульской области. Приехали мы к моему приятелю Антону Булатецкому. Кто со мной хорошо знаком, знает, что мы несколько лет назад делали интересный проект для форум-хауса по строительству кирпичных сводов. И вот прошло время, я подумал, почему бы не показать вам не элемент, а целое здание, которое строится без применения железобетонных перекрытий, технология строительства наружных стен и внутренних. И причем она совершенно непростая, вы в этом убедитесь. Мы сейчас находимся на цокольном этаже здания. Фактически все, что вы видите подо мной, это настоящие живые своды. Я не знаю, сколько здесь пролет, наверное, метров 10. Здесь нет никакого известного нам и привычного железобетона, плит перекрытий, монолита. Все это держится. Я даже, честно говоря, не совсем представляю, как нам Антон об этом попозже расскажет. Но не показать это я вам не мог. Давайте пройдем по этому зданию, поговорим с рабочими, узнаем, какая нужна квалификация для того, чтобы так строить. Узнаем, почему это все не падает. Увидите фасады этого здания. На самом деле у Антона куча домов. И я уверен, что многие из этих работ вы встречали в интернете. Это и наикрасивейшие воздушные заборы из кирпича. Это и резные полуколонны. Короче, очень много. И я вам что хочу сказать. То, что такую работу с другим архитектором не перепутаешь. И, кстати, вот по этому поводу я могу сказать, что это и называется авторский стиль. Пойдем смотреть. Для начала разговора давайте все-таки разберемся в исходном материале. Из чего это строится. В принципе, мне как человеку, который каждый день общается с кирпичами, сделать это несложно. Я сразу понял, что это 200 марка кирпича первого Тульского кирпичного завода. Кирпич достаточно плотный. Не имеет никаких сильных сквозных трещин. То есть выглядит он достойно. Ну, как фасад из этого выглядит, вы тоже видите. Мы попозже узнаем, будет ли он штукатуриться. Или что вообще с ним будет происходить. Но я могу сказать, что этот кирпич мы очень часто применяем в работе. Он совсем не дешевый. То есть его не нужно сравнивать с какими-то другими альтернативами чернового кирпича. Почему именно этот кирпич выбрал Антон? И я, насколько знаю, он постоянно работает именно с ним. Мы уточним, зададим ему именно эти вопросы. Может быть, это связано с тем, как он режется. Может быть, это связано с тем, как из него вытачиваются какие-то формы. Может быть, еще с чем-то. Может быть, у него просто лохматая рука на заводе. Все это мы попозже узнаем. Что мы здесь видим? Мы видим фасад, который имеет просто потрясающий объем. У нас почему-то все забывают, что фасад не обязательно делать несколькими цветами кирпича. Достаточно изменить объем, применив полнотелый лицевой кирпич или строительный тот же самый кирпич, который в последующем можно либо штукатурить, либо просто покрасить. А если мы применим лицевую полнотелку, которую выпускают, кстати, множество заводов. Это ЛСР-завод, это Кжельский, КС-керамика. Это я вам сейчас говорю про полнотелые лицевые кирпичи. Тем самым избегаем западания воды в технологические отверстия и последующего разрушения кирпича. Легко, посмотри, вот сними вот эти своды, посмотри, как один элемент переходит в другой. И здесь, наверное, четыре уровня плоскости. Первая, вторая, третья, четвертая. Кирпич выделен, наверное, выступает сантиметров на 6-7-8. Здесь мы видим такую достаточно грубоватую подрезку. Но издалека это вообще никак не просматривается. Архитектурные элементы, пилястры, арки. Интересно, что это вообще за объект? Давай-ка найдем Антона и попросим его вообще провести экскурсию. Пойдем. За нашей спиной находятся то, от чего, собственно говоря, мы приехали. Расскажи, пожалуйста, что это за строение такое. Все это вместе, это ферма. Здесь растут коровы, они дают молоко. Соответственно, молоко должно быть переработано и продано. Чтобы молоко продать, удобнее всего, когда клиенты сами приезжают за ним и здесь его покупают. И в связи с этим была такая идея разработана, ну или там пришла такая идея в голову, что можно сделать интересное строительство и небольшие домики для того, чтобы люди могли сюда приехать, за город из Москвы и отдохнуть, пожить там недельку. Соответственно, попить парного молока, поесть сыра, творога там, что кому нравится. И, соответственно, вот здесь строится здание. Это маленький такой заводик по переработке этого молока на первом этаже. И второй этаж, это более такое презентабельное место. Изначально там, конечно, будет весь все хозяйство находиться, но в теории, вероятно, там будет ресторан. Антон, я вот заметил то, что ты строишь из полнотелого кирпича. Это же первый Тульский кирпичный завод. Да, это АО, Тульский кирпичный завод. Это не реклама на обе камеры, скажу. А этот кирпич я, в общем, довольно случайно нашел. На стройке мне один человек его предложил. Я сам в Тулу так и не доехал. Но он оказался прочным, крепким кирпичом. Все с ним в порядке. И по цене он... Ну, когда-то мы его брали за 6 рублей за штуку. Это было в прошлой жизни уже. А вот то, что мы смотрели мой маленький домик, типа дача, Это вот как раз первая попытка привлечь потенциальных покупателей этого молока сюда. И я думаю, что если вот такое маленькое сооружение получится, и мы здесь будем там с семьей жить, то, вероятно, кто-то захочет приехать и пожить в таком же домике. Ну, мы же не будем здесь жить всегда. Это же летний вариант. Пожел бы там, недельку уехал в Крым, например. То можно будет пожить в этом маленьком домике. А если кто-то захочет, и это получится интересно, то можно построить второй, третий, четвертый. То есть сюда ехать, собственно говоря, из Москвы, как и из Рязани, откуда мы приехали, 3 часа? Из Москвы быстрее 2 часа. Ну, правда, с какого конца? Ну да, тем более. Ну что, пойдем дальше? Да. Первое ощущение, которое мы испытали, зайдя с улицы внутрь помещения, это все-таки прохлада. Вот это вам не дом из газобетона. Расскажи мне, Антон, пожалуйста, технологии строительства и сводов. Какие ее возможности? Какие преимущества? Какая максимальная может быть длина? И вообще вот все об этом подробнее. Ну, каждому, каждое строительство, оно дорого. То есть изначально, как это ни смешно, вот то, что мы видим, это связано с попыткой сделать строительство более экономичным и рентабельным. На первый взгляд, так не кажется. Ну, это правда. Другое дело, что, конечно, при вникании в тему, любая тема, вызывая, ну, как бы, слегка увеличивается в размерах. И всегда, конечно, получается не так недорого, как хотелось бы. Всегда получается дороже. Но, тем не менее, это не запредельные деньги. Это, в общем, стоимость обычного строительства, если правильно и разумно все это делать. Здесь, ну, конечно, с условием того, что это капитальное строительство. То есть мы находимся в капитальном здании, которое должно долгие годы служить. Соответственно, мы здесь видим свод. Свод, как перекрытие для маловитарных домов, на самом деле, это очень рентабельное строительство, или что это такое? Конструкция, очень рентабельная конструкция. Вариант решения вопроса, я бы назвал. Ну, рентабельная в том плане, что, допустим, по сравнению с железобетоном, здесь не нужна опалубка. Не нужна арматура. Ну, то есть арматура не нужна в том количестве, которое используется в монолитном строительстве. А если применить готовые плиты, перекрытие, там, облегченные, пустотные? Ну, конечно, можно пустотные плиты применить. Но здесь возникают другие нюансы. Есть масса всяких узлов, которые требуется выполнить. Например, плита, когда заходит в стены, она создает нагрузку на стену. Если мы стену делаем из легкого материала, то, соответственно, легкие материалы будут в этом месте страдать. Надо под него сделать какую-то затяжку, там, стяжку, там, мустики холода появляются. Ну, в общем, все в комплексе, так же, как и своды, в целом, примерно одинаково. То есть я не хочу сказать, что своды – это просто совсем сделал и все. То есть не надо ничего, не надо ничего, только кирпичик. Конечно, надо. То есть у сводов есть какие-нибудь недостатки? Они требуют забутовки. То есть, получается, между распалубками свода находится забутовка. То есть там довольно тяжелая масса кирпича находится. Расскажи нам всем, как правильно называются все эти элементы. Ведь они наверняка имеют свое какое-то специфическое название. Пилястры, арки, своды. Это называется арка. Вот это называется забутовка. Это называется сухарики у карниза. Ну, это в данном случае тяга или промежуточный карниз. Пилястры по углам. Но это можно назвать рустом. Фундамент. Внизу мы видим затяжку. То есть это не ленточный фундамент, а отдельно стоящие сваи. Затяжка стягивает, чтобы они не расходились. Соответственно, дальше у нас идет карниз у домика. Но там еще должен быть верхний слой кирпича, завершение карниза. Завершения карниза пока еще нет. А вот на забутовку, кажется, такой узел, повышенная прям напряженность, здесь цементный состав в таких же пропорциях смешивается? Да, мы делаем все одно и то же, только побольше водички. То есть 6 к 2. 6 песка с глиной, 2 цемента, да? Скажи, вот такое заполнение приблизительно вот одного элемента. Я вот смотрю, несколько цветов по кладке, то есть, соответственно, он делается где-то приблизительно за 2 прохода поднимается или больше? То есть ты же не можешь его весь сразу выложить? То есть насколько это все долго? Ну, тут зависит от качества. Когда вот мы строили для себя свод, мы делали это быстро и не обращали внимания на качество. А когда это делают рабочие, для заказчика, которые платят деньги, они делают это аккуратно. Ну, сколько рядов поднимается приблизительно? Ну, каждый вот из этих сводиков сделан за 2 дня. Одним человеком. Примерно так вот. Понятно. Сколько здесь вообще человек работает на объекте? 5 человек. И сколько по времени вообще все это происходит в строек? Второй год. Ну, здесь есть нюансы. Начиналось это все-таки 3 года назад. Но первый год мы практически ничего не построили. Антон, я смотрю, расстояние очень большое между опорами. В диагонали смотрите. В диагонали смотрите. Да, в диагонали получается. А, вот так вот получается свод считается, да? Как правильно? Расскажи. Как правильно считать? И какие здесь размеры? Квадрат. То есть пролет это то, что от стороны квадрата до стороны квадрата. Здесь 8 на 8 метров. Диагомер, соответственно, получается там, по-моему, метров 15, что-то такое. Умножить в квадрате одно в другое. Вот. Размер свода на самом деле не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет вопрос, чем мы его уравновешиваем. То есть что находится под запятой арки, которые упираются. То есть в данном случае с запятой арки находится следующий свод, который наполовину уравновешивает этот свод и передает нагрузку на угол дома. А в углу дома находится затяжка. Я как раз сейчас стою получается на заполнении того, где мы только что сейчас были. Выглядит это все достаточно надежно. На всякий случай придержусь. Ну да, это вот свод, под которым мы стояли. Сейчас мы стоим на нем. Здесь вот, во-первых, мы видим, как устроено сверху. То есть распалубка на самом деле тоненькая. Она всего 65 миллиметров имеет толщину. И дальше идут ребра жесткости, которые, собственно, несут нагрузку, которая будет на этот свод опираться. За нами находится арка, которую, пока мы разговаривали внизу, рабочие как раз построили. То есть это был совсем недлительный процесс. Они положили один ряд и дальше будут еще два ряда класть вот таким вот образом. Приехали, это я подтверждаю, мы приехали, они только начинали. Объясни, пожалуйста, что это за выступающие кирпичи и для чего они нужны? Выступающие кирпичи нужны, чтобы перевязать арку с забутовкой. То есть над этой аркой будет такая же стенка, вот как здесь. Интересный момент связан с ее формой. То есть в данном случае здесь форма сделана по висящей цепи. Соответственно, даже тонкая арка она может стоять без уже шаблонов. Объясни, пожалуйста, нашим зрителям, что такое висящая цепь. Ну, висящая цепь, я думаю, все представляют, но вот так вот зависит. Ну, вот и нужно объяснить, что ты берешь, подвешиваешь, фактически получаешь изгибы и переносишь ее сюда. Ну, я про это и говорю. Особенность этой конструкции в том, что в ней все кирпичи только сжимаются. Они не испытывают там никакого изгиба, растяжения, только сжимаются. А кирпич на сжатие, он очень прочный материал и запас получается невероятный. Если мы посчитаем, что 25, ну, или там даже 150 килограмм на квадратный сантиметр, то есть если вы можете на площадь кирпича, то вы узнаете, сколько эта арка может выдержать. Совершенно верно. Так, длина у нее какая получается здесь? Это пролет 8 метров и высота примерно 4,5. У нас тут получается уже верхняя точка, дальше уже будет кровля? Нет. Там сверху еще будет чердак, это будет шелудная. А, еще будет этаж, получается? Нет, не этаж. Ну, там чердак, это высота метр 50, метр 20, где-то меньше, где-то больше. Смотрите, там в середине будет фонарь, для освещения всего этого. Подожди, для чего нужен такой чердак, полтора метра? Чердак нужен, чтобы там положить утеплитель. Ага. То есть, получается, вот сверху утепляем, да? Конечно, да. Здесь будет теплое помещение. Понятно. А сама кровля, пирог кровли получается стропильная часть сверху вставляется и все, или как это будет? Да, просто деревяшки сверху кирпича. Ну, вот мы видим там лесенку такую. Ну, или-то вот сзади вас тоже такая лесенка есть. Вот между этими кирпичами кладется палка, сверху палка и к палке прибивается лист железа. Нет, на самом деле кирпич может быть любой. То есть, удобно. И марка кирпича не сильно влияет на прочность строительства. Она влияет, может быть, на долговечность. Но долговечность, опять же, в том случае, если кирпич эксплуатируется в плохих условиях. Если у кирпича хорошие условия эксплуатации, то любой кирпич будет вечно стоять. Когда стена делается с кирпича, то эта стена является теплоизолятором. То есть, воздух идет из помещения наружу зимой, соответственно, в стене выпадает конденсат, он замерзает и стена разрушается. Здесь это больше вопрос, как раз хорош капиллярной активности этого материала, да? Это очень сложный вопрос. Я до него на самом деле не вникал дальше, потому что решить его практически невозможно. Я ушел от него по-другому, другим способом. Я просто исключил его из теплового расчета. То есть, я сделал наружную несущую стену, которая и снаружи, и изнутри проветривается наружным воздухом, и после внутренней воздушной прослойки, которая идет за кирпичом, находится утеплитель, который держит тепло. Общая толщина утеплителя какая у тебя получается? 17 сантиметров. 17? Это стена. Слушай, а какая же у тебя получается тогда толщина общей стены, общей конструкции? Стена везде разная. Если вот посмотреть на здание, то там есть пилястры, которые несут свою нагрузку, несут на себе нагрузку. А заполнение между пилястрами можно назвать забутовкой. Она тоненькая, и толщина там маленькая. Соответственно, получается, если считать в тонком месте пирог, то получается там сантиметров 40. А если в толстом, то там может быть и до метра, а то и больше. Ну, там вот, например, вы, если смотрите, там большие. Слушай, ну вот метр толщиной, наверняка сейчас многие подумают, какой же под это нужен фундамент, сколько же это вообще денег, и нафига это вообще нужно, если можно шлепнуть газобетонный блок, там 40 миллиметров, и все. То есть, сразу отсюда вытекает вопрос в экономическом обосновании. У тебя, твои дома, они на каком вообще фундаменте строятся? То есть, это столбчатый, вот как здесь, или это лента, или это плита, как-то уже два вопроса. Во-первых, много ли кирпича действительно? То есть, мы говорим, я уже сказал, что есть как бы тонкое место в стене, есть толстая. То есть, в среднем, это получается обычная стена, там 38 или там, ну 38 сантиметров, например. 38 сантиметров вообще прекрасная толщина для стены. Ну, это в среднем получается. Имеется в виду кирпич, есть еще утеплитель. А, с утеплителем 38 плюс 17, плюс еще 40, не свой 12. 64 сантиметра. 64, это в принципе 51 блок, плюс 12 кирпич, это там 63 получается. Если мы по керамику говорим. подождите, мы так запутаемся. Давайте мы этот вопрос на месте посмотрим. Скажи, ты вот к такому вот именно типу строительства сразу пришел, или все-таки пробовал себя как-то, искал, и вот, я насколько знаю, вернее, ну, насколько мне известно, я не видел, чтобы кто-то сейчас в нашей стране практиковал именно такой тип строительства. Ты, наверное, единственный? Да, да, да. Единственное, так вот, как ты к этому пришел? Этому же нигде не научишься. Где ты брал вот эту информацию, откуда ее вынимал, для того, чтобы все-таки вот сформировать именно свое нынешнее мышление, такое, какое оно есть? Это иностранная литература, или что? Нет, я работаю с частными заказчиками, у них у всех есть свои интересы, часто они совпадают, ну, в смысле, являются общими для всех заказчиков, и когда для них строишь дом, то многое выясняешь, как должно быть, что требуется, то есть, естественно, я сначала строил обычные дома, но я вижу, что это дорого, то есть, часто в обычных домах, ну, обычных домах, это, конечно, в кавычках, непонятно, что это такое, но вот, там, 10 лет назад было принято использовать монолитные перекрытия, цеплитель снаружи, там, снаружи, там, отделывать еще кирпичом и так далее, то есть, получается масса работы, которая, одна дублирует другую, другую, например, вот несущая стена внутри, а потом есть еще фасад снаружи, то есть, получается, что мы строим две стены, ну, ты имеешь в виду здесь сейчас, или ты про классическую? Классическую стены, Две стены, причем, наружная стена, она, как бы, временная, то есть, она тонкая, из 12 сантиметров кирпича, она не может быть, не может иметь какой-то особый дизайн, и, поэтому, как бы, работа архитектора заключается только в том, чтобы нарисовать план, и дальше, в общем-то, уже, как здание выглядит, как будто бы не важно, но для частного заказчика, на самом деле, это очень важно, потому что он приезжает в свой дом, он хочет, чтобы он был красивый, и он видит его каждый день, там, дети воспитываются, и так далее, конечно, в счете, наружная стенка, которая, как бы, не нужна, она просто закрывает утеплитель, обрастает разными, там, скульптурами, там, навесными деталями, там, колоннами, пилястрами, там, и так далее, то есть, получается уже две настоящих тяжелых стены, и все должно стоять на фундаменте, который тоже, соответственно, увеличивается, там, все это закрывается крышей, ну, в общем, получается, что все это дорого, и я стал искать, как это можно сделать дешевле, и вот я придумал наружную это вот наружная несущая стена, а это, как бы, внутренняя часть, на которой, на которой опирается свод. Наружная стена является несущей, соответственно, ее масса может быть использована для того, чтобы иметь декоративные разные архитектурные формы, и сами, даже сами эти архитектурные формы, они являются, как бы, конструкцией, и тоже участвуют в несущей способности стены. То есть, получается, вот здесь у нас, что, потом утеплитель вставляется? Да, здесь надо обратить внимание на дырочки, вот здесь вот видите, дырочки есть. Ага. Это дырочки для воздуха. Так, вентиляция. Ну, там фактически оставлено место вкладки, которое просматривается на улице. Мы его, да, можем снаружи увидеть, или там отсюда, просто тут неудобный уровень, когда это не очень видно. Соответственно, на расстоянии 3 сантиметра от наружной стены крепится утеплитель, и остается между наружной стеной утеплителем воздушная прослойка, которая вентилируется наружным воздухом. Это нужно, чтобы сушить утеплитель, который мокнет от влаги, ну, от пары, от пара, который идет изнутри помещения. Миндаменты я использую отдельно стоящие блоки. Вот мы последнюю разработку такую сделали вот на соседнем здании. Приезжает бурильная машина, которая бурит колодцы, выбуривает яму глубиной 2 метра. А диаметра? У нее метр 10 диаметр. И следом приезжает бетономешалка и заливает до нужного уровня. А на какую глубину? Ну, 2 метра глубина получается. 2 на метр сколько ты сказал? 2 на метр 10. Ничего себе. Серьезно. И, соответственно, я так понимаю, что при такой технологии строительства и своду вся нагрузка распределяется как раз в эти места. Да. Вот особенность этого строительства как раз в том, что нагрузка идет именно на колонну. Ну, в смысле, на фундамент. Фундаментный блок. Понятно. Вот здесь вот как раз именно то, о чем ты говорил. То есть, вот эти своды, они все как раз собираются нагрузкой именно в ту точку, где вот это колодезное бурение было, да? Да, правильно. Вот каждый столб стоит над этим фундаментом. Между ними стяжки есть какие-то, да? И между собой эти фундаменты связываются стяжкой. Стяжка проходит, ну, в данном случае эта стяжка выходит наружу, она связывает между собой столбы, она армированная, в ней проходит как бы арматура, которая связана между собой столбы. Потом на стяжке лежит утеплитель, на утеплителе лежит гидроизоляция и на гидроизоляции лежит та стяжка, по которой мы ходим сейчас, которая останется как пол. Приблизительно толщина этого пирога какая вообще получается? Ну, каждая стяжка по 7 сантиметров плюс утеплитель 5 или 7. В данном случае здесь 5, вообще должно быть 7. То есть, я начал рассказывать про то, что изобрел наружную кирпичную стену и, соответственно, с появлением этой стены сначала использовалось монолитное перекрытие. Но монолитное перекрытие для частного строительства требует каждый раз покупки опалубки и арматуры. И, конечно, это разорение и потом эта фанера в общем лежала без дела. И я придумал сначала деревянные перекрытия, но когда стали строить деревянные перекрытия, то оказалось, что это практически то же самое монолитное. То есть, там нужно много дерева, потом мы делали это дерево в два слоя, чтобы шум не проходил. Соответственно, тоже это оказалось, что с монолитным перекрытием ненамного дешевле. Ну, например, половину, правда, дешевле, но все равно оно же и по качеству все-таки слабее, не такое долговечное. И тут вдруг оказалось, что можно делать своды. Ну, как бы вот такая идея пришла. Почему не сделать свод? И оказалось, что по сравнению с монолитным перекрытием свод, по идее, должен быть эффективнее. При том, что он совершенно капитальный и боится пожара, не пропускает звук, имеет хорошую акустику. Соответственно, таким образом, от обычного здания я потихоньку пришел к тому, что мы сейчас видим, пытаясь, в общем-то, не сделать что-то необычное, а просто по логике вещей, по логике как бы вот того, что надо строить, того, что нужно частному заказчику, и то, что, на мой взгляд, в общем, этому соответствует. Как это правильно называется элемент? Это замковый камень с горгулей. В данном случае, это, как видите, козы. Потому что мы наферме, наверное. Это сделано из бетона с белым цементом. Внутри арматура, то есть, это такие вставки в кирпичную кладку, которые создают, придают душу строительству, постройке. И это вот форма, в которой это было отлито. Ты сам это сгадаешь, где ты заказываешь? Я заказываю. А где заказываешь, может быть, ребятам будет интересно? Да, Алиса Дрожевская. То есть, это, в принципе, что? Это силиконовый форма, в которой уже виднеется коза. Изначально это было сделано из глины. Глина была облита этой вот резиной. Резина жидкая была. Она застывает. И после этого, когда вот так вот это выглядит, сверху заливается гипс, как бы опалубка. Потом глина достается, все переворачивается и сюда заливается бетон с армированием. Скажи, а можешь ли ты может быть для наших подписчиков и для людей, которые, допустим, смотрят, именно занимаются каменными кладками, мы оставим ссылочку на тебя, чтобы они с тобой договорились и, может быть, поучились с этим работой. Узнали вот именно тонкости, как своды делать, как кружало эти выставлять и так далее. То есть, это вообще возможно здесь обучение в процессе? Да, я вот, в общем, даже одно время приглашал народ помочь мне с моей дачи, соответственно, можно помочь и поучиться. Супер, друзья, мы внизу оставим ссылочку, как можно с Антоном связаться, либо его номер телефона, либо ссылку на его сайт. Вы можете ему позвонить и договориться о посещении. И, в принципе, если такое состоится, мы с удовольствием еще раз приедем, можно сделать вообще отдельный выпуск и показать с нуля до, допустим, того момента, как люди собственными руками соберут арку. Обязательно пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Так, друзья, давайте подведем итог. Сегодня мы с вами познакомились с принципом строительства, кирпичного строительства на сводах, познакомились с прекрасным архитектором Антоном Болотецким, узнали о таком прекрасном месте, получили возможность для того, чтобы посетить этот объект и пройти обучение. Созванивайтесь, приезжайте. И самое главное, что мы поняли, что инвестиции в свое собственное строительство это очень важный вопрос, потому что такая архитектура, как вы видите, она никогда не устареет. И мне кажется, чем больше будет проходить времени, чем больше будет расти коробок из газобетона, тем вот именно такие дома и будут цениться больше, потому что их единицы и можно посчитать на пальцах одной руки. Подписывайтесь на наш канал, следите, дальше будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!